МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шатер Рамадана продолжает накрывать столы на ифтар и принимать заезжих гостей. Кто сегодня посетил шатер, об этом расскажем в выпуске. Отдать частицу себя во благо других. Сегодня в России национальный день донора крови. Ежегодно в стране в переливании нуждаются более полутора миллиона человек. Об акции и пользе донорства расскажем в следующем сюжете. Джанбекова Эльмира – почетный донор России. Сотрудник медучреждения, она, как никто другой, понимает потребность людей в крови. Будучи студенткой медицинского университета, попала в экстренную ситуацию, рассказывает Эльмира. Надо было спасать роженицу. Это непередаваемое ощущение, когда ты понимаешь, что твоя кровь кому-то нужна, не просто нужна, она спасает чью-то жизнь. И даже не одну, с одной кроводачей мы можем приготовить три компонента – тромбоциты, плазму и эритроциты. То есть с одной кроводачей донор может спасти три жизни. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Кроме того, это и польза для самого донора. Вокруг донорства существует масса мифов. Многие опасаются, что в процессе переливания крови есть вероятность заразиться гепатитом С или ВИЧ. Однако, говорят врачи, в наше время это невозможно. Здесь все наборы стерильные, они разовые. После каждого донора их выбрасывают, распаковывают прямо перед донором. Я каждый раз наблюдаю за этим. Плохо тоже стать не может, если нет каких-либо противопоказаний. Если человек не скрывает, что у него какие-то болезни, если человек абсолютно здоров, то данная процедура даже полезна для здоровья. Республиканский центр переливания крови функционировал даже во время пандемии. Работа была перестроена, но не прекращена. В период пандемии было ограничено передвижение доноров по городу. И нам приходилось прибегать к помощи именно волонтеров, когда мы, соблюдая все условия режима санитарного, приглашали выборочно доноров. Нам помогала Яндекс.Такси-компания, которая нам выделила бесплатный промокод для доноров. И мы организовали так работу, соблюдая все санитарно-эпидемические правила, и организуя так день, что в день было не более 10-15 доноров. Донорство крови – это доступный многим вид благотворительности. Держать организм в тонусе, проходить регулярный чек-ап и, главное, помогать другим. Всё это может сделать каждый, если станет донором. Тем временем к акции присоединились и Росгвардейцы Дагестана. Военнослужащие сдали более 15 литров крови на безвозмездные условия. В эту знаменательную дату донорами стали более 30 росгвардейцев. Среди участников акции как почетные доноры, так и те, кто пришли впервые. Отметим, что в Росгвардии более 40 сотрудников являются почетными донорами крови. Премьер-министр Дагестана Амдулпатах Амирханов посетил Дахадаевский район. Во время поездки председатель правительства обещал оказать поддержку художественному комбинату в селе Кубачи. На сегодняшний день предприятие с почти вековой историей банкрот. Его долг перед Россельхозбанком превышает 50 миллионов рублей. Здание комбината нуждается в ремонте, а оборудование давно устарело. В ближайшее время правительство рассмотрит варианты решения проблемы. Ремонт главной магистрали города. Мэр Махачкалы Салман Дадаев проехался по центральному проспекту города и оценил качество дорожного покрытия по проспекту Имама Шамиля. По словам городоначальника, ни один пост в социальных сетях не обходится без упоминания состояния этой улицы. Завершив транспортный путь, мэр пришел к мнению, что ремонта локальных разрушений здесь недостаточно и будет проведен капитальный ремонт проспекта. По словам Дадаева, все ремонтные работы будут проводиться преимущественно в ночное время суток, чтобы не создавать пробок и заторов. Когда взрядчик нас про проектирование реконструкции Шамиля очень сильно подвел и ждать его как минимум горожане не готовы, нам необходимо будет на минимум трех интервалов, где наиболее украшенное асфальтно-бетонное покрытие выполнить ремонт большими картами. То есть полностью фрезой мы снимаем старый асфальт и полностью на всю захватку кладем по новой. В Махачкале злоумышленник угнал автомобиль Хонда стоимостью 880 тысяч рублей и украл два сотовых телефона. О краже имущества заявил 38-летний житель Кизыл-Юртовского района. Как выяснилось позже, 17-летний подросток пояснил, что нашел ключи на территории стоянки, которая находится рядом с мечетью. В ходе разбирательства молодой человек признался, что является большим любителем автомобильной езды, чем и пояснил свой поступок. После чего забрал машину, уехал, покатался и бросил ее на южном автостанции. На следующий день меня поймали сотрудники, подозревая в угоне. Год назад в этот день Дагестан простился с известным предпринимателем в сфере телерадиовещания Жамалдином Алиевым, основателем телерадиокомпании «Прибой». Причина смерти – двусторонняя пневмония. Ему было 57 лет. До последнего дня Алиев боролся с недугом в домашних условиях, продолжая работать удаленно. Его коллеги вспоминают о своем руководителе как об искреннем и добром человеке, соответственном отношении к работе. Жамалдин Алиев был основателем телерадиокомпании «Прибой» и «Асса», стоял у истоков канала «ННТ» и «Домашний». Он взрастил немало талантов, но, будучи руководителем, старался скорее быть товарищем, далеким от менторского тона сурового начальника, чем и завоевал любовь коллектива. В первую очередь он был добрый, это отмечали все, и практически весь состав, который в 2000 году начинал свою работу на «Прибое» в Махачкале, он почти весь сохранился, ну, за некоторым исключением. Никогда не любил конфликтовать, даже если с кем-то поссориться, всегда мирился. Был очень такой спокойный, очень религиозный, ну, человек, с которым приятно было работать. Самые лучшие годы моей жизни. Человек, который обладал прекрасным слухом и способностью видеть настоящие самородки, находил здесь, в Дагестане, голоса, которые на порядок были профессиональнее дикторов из Москвы. Но звезды радиостанции отмечают не только эти его достоинства. Говорят, что у начальника были и золотые руки. Человек, который был большим трудоголиком, даже все, что мы видим сейчас, справа от меня и за нашей спиной, это все сделано его руками. Он любил всегда где-то лазить, что-то паять, мастерить, пилить. Нам его очень не хватает. Нам его не хватает, как друга, который мог бы подсказать, наставить. Светлая память, мы его часто вспоминаем, и лично я вспоминаю, и всегда рассказываю истории с ним связанные. Сегодня детище Алиева, музыкально-развлекательный медиахолдинг, продолжает свое круглосуточное вещание во всех городах и районных центрах Дагестана. Так продолжается жизнь холдинга, а значит и доброе имя Жамалдина Алиева. Я считаю, что побольше, почаще и светское, и не светское, и частное, и не частное, и все почаще собираться и общаться. Я вам говорю, много негативного, которое есть в нас, отступит. И я надеюсь, что в будущем из этого всего что-то положительное получится, чем мы будем гордиться в будущем, которое мы могли бы сделать хорошее слово, добрые дела. И все положительное, что делается из наших средств массово-информации, из газетных журналов, и вы делаете. Много хорошего, которое мы можем делать, давайте делаем. Ифтар, шатер Рамадана, продолжает радовать верующих. На территории центральной Джума-мечети благотворительная акция «Разговение» проходит ежедневно. На этот раз шатер посетил глава Духовного собрания «Мусульман России» Муфтий Альбир Хазрат Крыганов. Именно он взял на себя обеспечить один день коллективного ифтара. Хотел бы искренне поблагодарить Духовное управление Мусульман Республики Дагестан, большую слаженную команду под руководством Уважаемого Хазрата, за тот огромный склад в укреплении, возрождении, обучении классического, правильного понимания ислама, которому следовали наши предки, следовали и сахабам, и господиного пророка Мухаммада Мустафа. В шатре состоялось и просветительское мероприятие – чтение священного Корана, выступление гостей. Своим присутствием мероприятие почтил и муфти Дагестана шейх Ахмад Фанди. Напомню, что организатором этой благотворительной акции, шатер Рамадана, является фонд «Инсан». Исторический диктант к столетию со дня образования дагестанской автономии прошел в музее «Россия. Моя история». За час участникам необходимо было ответить на 30 вопросов по истории Дагестана в виде тестов, где на каждый вопрос представлено 4 варианта ответов. Проверить свои знания по истории родного края могли все желающие. Их было порядка 200 человек. Знания участников по итогу тотального диктанта оценивали историки, специалисты экскурсионной службы. Вот здесь у нас представлены студенты практически всех вузов Дагестана. Проверим сегодня знания истории Дагестана, вот именно периода ДАЭССа. Первая и главная цель диктанта в том, чтобы люди в первую очередь заинтересовались и восполнили свои пробелы. В Дагестане определили победителей конкурсного отбора проекта «100 школ». В этом году ремонт проведут в 105 общеобразовательных организациях. Список победителей можно посмотреть на сайте Минэкономразвития Дагестана. Напомним, на ремонт каждого учебного заведения из бюджета республики выделяется по 2 миллиона рублей. При этом обязательное условие – софинансирование работ за счет меценатов и бюджета муниципалитета. Конкурсный отбор не прошло 41 учебное заведение. Было отказано школам, не представившим все необходимые документы, не включенным в перечень организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, а также со сроком эксплуатации менее 15 лет. Двое дагестанцев поборются за золото чемпионата Европы по вольной борьбе, стартовавшего накануне в Польше. По итогам первого дня соревнований в финал пробились Алихан Жабраилов и Загир Шахиев. Полутяжеловес из Махачкалы встретится в решающем поединке с представителем Турции Сулейманом Карадзинизом, а Хасавертовский вольник, веся до 65 килограммов, оспорит золотую медаль с хозяином соревнований Кшиштофом Бьянковский. Финальные встречи пройдут сегодня ночью. Шахматист Таймаз Тимирбеков стал серебряным призером первенства России, прошедшего в Сочи. Медалистом соревнований воспитанник Махачкалинской школы шахмат имени Карпова стал среди мальчиков до 11 лет. Двукратный чемпион Европы набрал 7 из 9 возможных баллов и лишь по дополнительным показателям уступил Матвею Юрасову из Москвы. Второе место на всероссийском турнире позволит Тимирбекову представить сборную страны на первенствах Европы и мира этого года. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова